Витаю, друзья! Вы на Фабрице Новым. Меня зовут Евгений Акутнова. Мисс Феврозунок сегодня специалист международных отношений, колышний старший офицер нелегальной разведки КДБ СРСР и СВР РФ Сергей Жирнов. Сергей Олегович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Евгений. Я тоже очень рад и привет всем нашим зрителям. Соединенные Штаты Америки озвучили стратегию успеха Украины в войне против России. По мнению помощника госсекретаря США, Украине необходимо прежде всего лишить РФ возможности продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить России экономический ущерб. Сергей Олегович, на фоне всех этих разговоров о возможных переговорах, саммиты мира, альтернативные какие-то конференции, можно ли считать, что это такой сильный сигнал и для Кремля, и для Украины? Насчет сильного тут можно поспорить, потому что только что это сигнал, это сигнал, безусловно. Потому что когда собирается 100 представителей международных в каком-то одном месте, это практически половина Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. То есть конференция в Швейцарии, это безусловно очень сильный дипломатический и политический сигнал и всему миру, и, кстати, не только Российской Федерации и Российской Федерации, но это сигнал еще и Китаю, это всем тем, кто туда не поехал, кто не захотел поехать там и так далее. То есть, конечно, это сигнал. Это сигнал тоже Украине, что украинскому народу, что за ним стоит половина, по крайней мере, стран, которые входят в Организацию Объединенных Наций. То есть половина стран мира. А если посчитать по ВВП, то и больше половины. Вот, дальше, когда вы сказали, что нужно Украине, чтобы победить Россию, опять же, здесь расходится мнение по поводу того, а что такое победа над Россией. Да, вот что такое победа. Победа – это доставить Российскую Федерацию вывести войска в территории Украины на границе 91-го года. Это победа или не победа. Выплатить репарации – победа или не победа. Выдать военных преступников – победа или не победа. А дальше Российская Федерация будет существовать так, как она существовала до этого, при Путине и не при Путине, с путинским режимом и не при путинском режиме. То есть, на самом деле, видите, как много вопросов и, казалось бы, простые вещи. Ну, то есть, понятно, что там минимум, миниморум – это вывод российских войск на границе 91-го года. Вот это, ну, по крайней мере, не поражение Украины. Вот, а дальше нужно, чтобы Россия возместила весь ущерб. Понятно, что убитых возместить никто не может, они уже погибли. Вот, но материальный ущерб можно возместить и у Российской Федерации, и у мира есть. У Российской Федерации есть деньги, а у мира есть механизмы этого возмещения. И, кстати, вот эти механизмы тоже сейчас запущены, потому что, наконец, объявили уже о том, что принято решение, наконец, преодолены все юридические заковыки, и там первые полтора миллиарда, миллиарда, даже два с половиной миллиарда европейские придут к вам в виде процентов от тех арестованных денег, которые лежат в западных банках. Вот, то есть, в этом смысле это только хорошо. Дальше, с моей точки зрения, военная победа, конечно, она не полностью зависит от вооружения, потому что украинцы умеют воевать и без вооружения, и без, там вот, шесть месяцев вам ничего не поставляли, и поставляли очень мало, тем не менее, россияне практически не продвинулись на фронте. Вот, ну какой ценой, да, потому что вот у вас там все-таки пробивается время и от времени некие проблемы на фронте, да, потому что мы узнаем, что там были проблемы, задавались вопросы по поводу строительства укреплений в Харьковской области, и снимался, по-моему, глава Харьковской области, человек, который занимался территориальной обороной. Это 25-я терапорона. Да, сейчас президент Зеленский поменял начальника, как вот там, ну это не главком, это не сырский, а под ним человек. Есть некие претензии все-таки, в том числе и к военным, вот, ну это естественная претензия, потому что идет война, кто-то что-то делает хорошо, кто-то что-то делает хуже, и поэтому движение кадровое всегда будет. Но вот если говорить о такой разгромной победе Украины над Российской Федерацией, то, конечно, для этого не хватает сил и средств. То есть, грубо говоря, вот смотрите, у Российской Федерации на вооружение используется официально 120 миллиардов долларов в год. Плюс еще скрытые статьи, то есть можно говорить примерно о 150 миллиардов. Причем вот в этом случае значимую роль играет, какие именно это деньги. Понятно, что артиллерийский снаряд, произведенный в Российской Федерации, стоит там на порядок дешевле, чем артиллерийский снаряд, произведенный на Западе. И там боец российский стоит дешевле, чем боец украинский, которого оснащает Запад. И поэтому, когда вам дают 61 миллиард американцы, то это даже не половина от того бюджета, который Российская Федерация каждый год может выделить на войну. То есть, грубо говоря, чтобы Украина легко или легче победила, чем сейчас, ей нужно выдать не 61 миллиард, а ей нужно выдать 300 миллиардов. 300 миллиардов. А разговор о том, чтобы Украине выделить 300 миллиардов в год, не идет. Даже вопрос такой не ставится. То есть, вот даже в Европа ставит там, вот Европа сейчас говорила о 50 миллиардах, причем размазанных на три года. И Соединенные Штаты Америки, кстати, вот эти 61 миллиард, это тоже не вооружение. Это все, весь пакет. Потому что там чуть не половина, это просто возмещение Пентагону за то оружие, которое Пентагон раньше вам передавал и передает. То есть, это даже деньги, которые не приходят в Украину. То есть, в этом смысле, конечно, очень сложно говорить, насколько такая помощь может привести к победе. Но, безусловно, без нее она точно, эта победа не состоится. Вот, поэтому, конечно, разговор идет о том, чтобы помощь эту увеличивать. И она увеличивается, в принципе. Что бы там ни говорили российские средства массовой информации и политики, она их раздражает. То есть, вот все всякие там гадкие заявления Путина, Лаврова, Медведева и Ижи с ними, они все доказывают, что на самом деле вот они там пытаются надувать щеки и делать хорошую мину при плохой игре. Но это их раздражает, это ужасно раздражает. Это работает, санкции работают. Российская Федерация медленно загибается. Российская экономика медленно, но загибается. Российский бюджет медленно, но загибается. Рубль медленно, но загибается. И Российская Федерация становится медленно, но ущербной страной, прежде всего, в экономическом плане. И плюс вы уничтожаете каждый день по тысяче человек, а это значит, что тысяча человек – это полтора батальона или даже два батальона, в зависимости от того, как считать. И таким образом получается, что если тысяча человек в день, то за последние шесть месяцев вы уничтожили 180 тысяч человек. 180 тысяч человек – это, грубо говоря, четыре общевойсковые армии вы уничтожаете в этой войне. На самом деле перемалывание идет. Другое дело, что понятно, что у Российской Федерации ресурсы человеческие, и есть гораздо больше, чем в Украине, потому что потенциально они могут там собрать еще миллиона два более-менее спокойно. Хотя у них проблемы, безусловно, есть, потому что, обратите внимание на ценники, раньше они заманивали людей на фронт за 190 тысяч, потом 250, потом 300, потом 500, теперь полтора миллиона. Теперь полтора миллиона предлагают за то, чтобы люди шли на фронт и не могут найти, судя по всему, уже все те либо нищие, либо дураки, которые еще готовы были отдать свою жизнь за какое-то бабло, они заканчиваются. На самом деле все идет, но два с половиной года Украина живет в состоянии войны под бомбежками, под убийцами, под разрушением ее инфраструктуры, в условиях тяжелых и так далее и тому подобное. Сейчас электричество у вас нет, даже на наших стирах это начинает рассказываться, потому что мы пишем, сбои начинаются в интернете сбои, вы там работаете на аккумуляторах, то есть организационно это чрезвычайно вам усложняет жизнь, потому что надо готовиться, надо заряжать все компьютеры, все свои смартфоны, покупать какие-то устройства, иметь много аккумуляторов, чтобы вести нашу беседу. Как будто бы ничего не происходит, как будто бы все нормально, солнышко светит и все замечательно. На самом деле, конечно же, все это серьезно, но нельзя говорить, что Россия такая уж непобедимая страна, потому что все думали, что Советский Союз это на века, даже на тысячелетие. Никто не думал, что Советский Союз может взять и просто рухнуть. Вот Российская Федерация может тоже взять и рухнуть. И то, что произошло, кстати, в Дагестане, это показывает, что вот как может рухнуть Российская Федерация. Она может рухнуть изнутри. Я об этом в наших эфирах с вами уже неоднократно рассказывал. Я вам рассказывал, что на самом деле в Российской Федерации зреет религиозная гражданская война. Резня на религиозной основе между исламистами, мусульманами и православными христианами во главе с Гундяевым. Хотя ни тех, ни других, то есть исламистов нельзя назвать мусульманами, а Гундяева нельзя назвать христианином и священником. Потому что человек, который благословляет на войну против братьев по вере и братьев по этносу, потому что они считают единым народом российский и украинский, это преступление. И такой человек не может возглавлять церковь и не может быть священником. Но, тем не менее, вот такой потенциал в Российской Федерации есть. И обострение идет. Я его вам в прошлом году о нем рассказывал. Я написал, кстати, сейчас у меня вышла во Франции книжка, в которой я просто вот это вот, все, что произошло в Дагестане, это, я писал, у меня глава специально есть в этой книге. Вот то, что произошло в марте месяце в Крокусе, у меня была глава в этой книге. Причем это была глава не после того, как в Крокусе это произошло. А я книжку сдал в феврале месяце, то есть за месяц до того, как это произошло. И за четыре месяца до того, как произошло это в Дагестане. На самом деле я все это предвидел, все это написал в своей книжке. Ну и будем надеяться, что то, что я пишу там в последней главе, чем это закончилось, произойдет точно так же, как в этой книжке произошло. Потому что там у этого движения внутри страны и даже в геополитике мировой есть тоже своя логика. Да, это западный мир раскачивается очень долго, потому что демократии всегда долго раскачиваются. Они всегда раскачиваются дольше, чем диктатуры. В диктатуре один человек издал приказ, и все остальные более-менее стараются его исполнить. Хотя на самом деле вы видите, как там и министру обороны, и Путину, и Медведеву приходится угрожать, я не знаю, тюрьмой, расстрелом, чтобы какие-то исполнялись. На самом деле они не исполняются. Я не знаю, видели ли вы это, не видели. Была интересная заметочка, что начальника, например, уральских заводов военного предприятия, которое делает там танки, вооружение, арестовали за неисполнение гособоронзаказов. То есть на самом деле у них там огромные проблемы с этим делом, и они от нас пока еще скрыты, но уже потихонечку начинают всплывать. И то, что они там Белоусова, якобы экономиста поставили, который никогда ничем не управлял во главе Министерства обороны, это, кстати, хорошая новость. Мы об этом уже с вами говорили, но ее всегда надо повторять. Новостей хороших не очень много, поэтому лучше их повторять. Потому что вот разброты шатания внутри Российской Федерации – это хорошая новость для Украины. Это плохая новость для России, но это хорошая новость для Украины. Потому что чем больше проблем внутри страны, в том числе на такой религиозной основе каких-то бунтов и каких-то, я не знаю, какой-то резни, какой-то стрельбы, тем лучше для Украины. Потому что Россия ослабевает, кстати, этого дела. Чем хуже организовано Министерство обороны и чем Путин сам больше дезорганизует деятельность этого министерства, тем лучше для Украины. Вот этот самый Белоусов, его там переназначение, назначение дамов, назначение родственников Путина – это все отличные новости для Украины. Потому что это говорит о том, что у них там бардак, у них там коррупция. Они там теперь будут долго перенастраиваться, перестраиваться, и они надеются, что после этого у них наступит порядок. Да если у них наступит порядок, то у них все остановится, потому что коррупция – это единственный смазочный материал, который еще позволял этой машине как-то шестеренком крутиться. Без этой коррупции вообще у них ничего не работает, потому что там просто никто ничего не делает за идею. Нет никакой идеи. И Путину, кстати, не нужна идея, потому что вот в своей же книжке я рассказываю про борьбу между патриархом и Путином. И объясняю, что Кирилл пытается представить православную идею как идею национальную российскую. Но Путину она не нужна, у Путина идея сам Путин. Диктатура путинская – это путинская диктатура, путинизм. Там никакого нету православного. И Путин доказывает это тем, что он ведет войны с православными, с Грузией, с Украиной, с братьями практически по вере и по этносу с Украиной. А якшается с Кадыровым, с Хамасом, с Хизбаллой, с Талибаном, с иранцами, с аудовцами, с арабскими эмиратами, с хуситами. То есть со всеми мусульманами и исламистами, которые только существуют на всем мире. Это не может привести к разрушению Российской Федерации изнутри и гражданской большой резине и большой войне, что в принципе пугает западный мир. Западный мир потому часто и не дает Украине достаточно оружия, чтобы она победила сразу Российскую Федерацию. Они боятся, что как только путинский режим будет побежден, то запустятся процессы внутренней гражданской войны, распада Российской Федерации. А они все боятся, кому останется ядерное оружие, если не дай бог Россия распадет. То есть во время Советского Союза удалось им отдать ядерное оружие Российской Федерации, но по времени это показалось, что это было неправильное решение. То есть если бы четыре страны ядерные появились, а именно Украина, Беларусь, Казахстан и Россия, то Россия никогда бы не начала войну против Украины ядерной державой. Тем более, что у Украины, по-моему, там было 3000 ядерных запасов зарядов на ее территории. И плюс Украина делает носители стратегические для Советского Союза, для Российской Федерации. Вот по этому поводу, вот сейчас, когда там встает перспектива распада Российской Федерации, то Запад в основном боится вот этого. То есть почему вам дают с такой заморозкой, с такими проволочками, с таким опозданием? Потому что они боятся, что резкое усиление Украины на фронте приведет к распаду внутреннему внутри Российской Федерации, который будет неконтролируемый, который будет неизвестно, неизвестно, как проходить. Сергей Олегович, если говорить о событиях в Дагестане, вот Песков говорил о том, что обращение Путина с этими событиями не планируется. Как вы думаете, почему, собственно, Путин не реагирует публично на это все? И как вы считаете, это может как-то отразиться, в принципе, наборниками? Путин не реагирует точно так же, как он не реагировал, когда подводная лодка Курска в 2000 году утонула. Потому что он не умеет реагировать на то, что ему не нравится, и больше того. Он на самом деле понимает, что здесь, не знаю, сам ли он понял, или ему все-таки кто-то достучался до его убогого сознания. Но ему сказали, что вот когда после Крокуса он говорил, что там украинский след, украинский след, украинский след с таджиками и с ИГИЛом, ему сказали, что это работает против тебя. То есть даже зет-патриоты стали говорить, что за херню он нам несет, извините за выражение, что за хинею этот сумасшедший дурак старый пердун кремлевский несет. Потому что какие там украинцы, если там таджики, приехали из Таджикистана, из Турции, значит, с Востока, и если официально государство ИГИЛ, значит, Вилаяд Хорасан в Афганистане взял на себя ответственность и обеспечивал всю логистику этой операции. Вот, то есть в этом смысле Путину очень невыгодна эта история, потому что, опять же, возвращаясь к тому, что если ее педалировать внутри, то все поймут, что там же начнется больше буча по поводу того, что там же убили православного священника, там сожгли две синагоги, или там пытались сожжечь два православных храма и две синагоги в Дербенте, в Махачкале. Но удалось, по-моему, одну синагогу подпалить, и, по-моему, один храм, и то даже не внешний, а скорее внешний. Но убийство священника, а это Кириллу, не может понравиться. Это не может понравиться Дугину, это не может понравиться Малафееву, это не может понравиться всем русским нацистам, всем националистам русским, всем православным и ортодоксальным. И поэтому, в принципе, это очень большое напряжение для Российской Федерации. И тем более, что сейчас это подзабылось, но мы видели волнение в Уфе, в Мусульманской Республике. Мы понимаем, что Кадыров устраивает всякую непонятную, с назначением своих сыновей и прочих всех родственников. И на самом деле там идет большая-большая-большая подготовка к большой внутренней гражданской войне на религиозной почве. Поэтому Путин, конечно, боится. Он не знает, как это делать. Вот были сначала такая информация, что типа он там четыре раза пытался писать какое-то заявление, но и так ничего и не записал, ничего не вышло. И Песков закончил тем, что сказал, что типа ему ничего высказывать. Потому что прокол был полный, во-первых, по региональной линии, то есть сами региональные власти это проспали. Потому что даже было совещание, показали у главы Дагестана со всеми правоохранителями, который говорил, вот нам надо там укреплять, быть более бдительными. И через несколько дней это произошло. Кстати, точно так же, как у Патруша в свое время, 5 октября 1922 года, ездил в Крым и проводил совещание межрегиональное, межтерриториальное и межведомственное по поводу обеспечения безопасности Крыма 5 октября, а 8 октября был удар по Крымскому мосту. Причем с заездом грузовика с территории Российской Федерации. То есть, похоже, их преследует одна и та же история. Но Путин никого тогда не наказал и вообще никого не наказывает. Даже вот мы видели, что даже перемещение сейчас майские внутри Министерства обороны и Совбеза, они же все, это перетасовка колоды, карт. Шойгу же ведь никуда не убрали, его просто перевезтили на место Патрушева. Патрушева никуда не убрали, его сделали помощником под судостроением, и он опять начал писать какие-то сумасшедшие статьи. Вот 22 июня опять выпустил свою такую статью программную по поводу истории, все, он смотрит про историю. Он вроде назначен помощником под судостроением, а пишет статьи про историю. А почему про судостроение? Ну, я, значит, такую смешную ироническую фразу бросил, что типа помощник по судостроению пытается остаться на плаву. Вот, значит, написанием таких статей. Ну, то есть понятно, что они там грызутся между собой, но там же никого, ну, кого посадили? Посадили там только мелкую сошку, потому что даже Тимур Иванов, ну, кажется, вроде заместитель министра обороны, на самом деле в путинском режиме это мелкий жулик. Вот, потому что главные это жулики, они все в Кремле сидят и вокруг Путина сидят главные жулики. Путин главный жулик в Российской Федерации. Если бороться с коррупцией, то надо расстреливать из пушки Путина. Вот, в Китае его бы расстреляли давным-давно, всех бы их расстреляли. Кстати, в Китае борются с коррупцией очень эффективно. Вот, ну, пытаются бороться, потому что они знают, что страна чрезвычайно была склонна к коррупции, и там нужно просто показательными расстрелами все это делать, жесточайшими расстрелами. Вот, в Российской Федерации у Путина ничего этого нету. И это, кстати, очень хорошая новость для Украины, потому что чем хуже все у Российской Федерации, тем лучше для вас. Если бы у них что-то там работало, если бы у них была работающая экономика, если бы у них работающий ВПК был, то вам бы пришлось гораздо сложнее, чем это так. Если бы у них реально работало какое-нибудь там производство армат, которых они показывали, то вам бы реально пришлось сложнее. А сейчас они там расконсервировали чуть ли не Т-34. А Т-34 и даже Т-60 и Т-72 – это танки, которые чрезвычайно уязвимы для современных методов борьбы. Вот, это они там в свое время были, считались вроде там каким-то там прогрессом, но сейчас это просто старье. И в Российской Федерации хоть и есть это старье, но это старье все-таки. И вся эта коррупция, она работает в вашу сторону. Ну, с другой стороны, видите, здесь парадокс, потому что если есть коррупция, тогда работает худо-бедно военно-промышленный комплекс, но одновременно, то есть он чего-то там клепает, но одновременно эта коррупция не дает ему работать эффективно. То есть в этом смысле Российская Федерация, слава богу, что она такая неэффективная, слава богу, что она такая убогая страна и мелкая экономическая держава, которая все построила, кстати, на зависимости от внешних рынков. Российская Федерация ничего не производит сама практически. Она все продавала, она продавала, значит, свои природные ресурсы, выкачивая просто их из недр, зарабатывая таким образом деньги. И на заработанные деньги она покупала все то, что она сама не может произнести. И вот когда началась война, вдруг выяснилось, что она убогая страна, что ей нужно идти на поклон к Ирану, к Северной Корее, к Китаю, для того, чтобы хоть как-то продержаться на плаву. Сергей Олегович, Российская Федерация хочет обсудить обстрел Крыма на заседании Совбеза ООН. Также было заявление от Госдепартамента США об ударах по Крыму. Там сказали, что Украина сводит к минимуму потери среди гражданских несравнимо с действиями России. А также в Пентагоне говорят, что если РФ обеспокоена своими потерями, пусть прекращают войну. Тем временем мы видим, что местная власть после этого удара по Севастополю говорит, что туризм может продолжаться, ситуация спокойна, и ничего местным жителям и туристам не угрожает. Как вы считаете, что в принципе Российская Федерация задумала, имеется в виду в плане заседания Совбеза ООН, может ли это иметь действительно какие-то последствия в плане послаблений? Или это можно уже считать ответом от Соединенных Штатов Америки? Ну, это, во-первых, просто дипломатический демарш на международном уровне. То есть это вещь такая просто чистоформальная. Чистоформальная, которая не работает в сторону Российской Федерации, потому что ваш представитель в Совете Безопасности ООН напомнит, что ООН не признала аннексию Крыма, Крым не является Российской территорией, Российская Федерация является агрессором, который оккупирует свою территорию в нарушении харти ООН. Это все будет напомнено во время Совета Безопасности. И ваш представитель напомнит, что по Женевским конвенциям по поводу ведения войны и по поводу мирных жителей во время войны все граждане страны-оккупанта не защищают Женевскими конвенциями. То есть в этом смысле, конечно, это говорит о том, что страна, которая защищается, должна принимать максимум усилий для того, чтобы снизить потери мирного населения во время войны, то, что называется collateral damages. Но все представители страны-оккупанты, которые приезжают отдыхать в Крым, должны понимать, что Женевская конвенция их не защищает. Они могут попадать под эти удары, и Украина никогда не будет за это осуждена на уровне международных трибуналов и так далее. Потому что это все входит в Преневскую конвенцию. И я слышал просто наоборот, что умные люди понимают, что надо им заканчивать уже ездить на пляже в страну, которая находится в состоянии войны. Это на уровне формальной логики. Вот Путин очень любит говорить про логику. Надо говорить, напоминать всем этим людям про формальную логику. То есть когда вы едете отдыхать в страну, которая находится в состоянии войны, вы должны понимать на уровне формальной логики, что вам может на эту пляж перелететь какая-нибудь блянка. Там, кстати, до конца еще не понятно, что это была за ракета. Не исключено, кстати, что это была просто и российская ракета, не исключено было, что это была работа ПВО российского. Потому что, в общем, там это все должны сами военные выяснять, как это еще дело произошло. Но в любом случае, людей, которые официально по Женевскому конвенциям считаются реально, так сказать, людьми, которые они защищают, это те украинцы, которые находятся на своей территории под оккупацией. Вот их Женевские конвенции защищают. А всех оккупантов Женевские конвенции не защищают, включая мирный грамот. Сергей Галевич, попрошу вас прокомментировать, высказать ваше мнение относительно взаимоотношений Турции и Российской Федерации. Известно, что Эрдоган встретится в Казахстане с Путиным во время саммита Шамхайской организации сотрудничества, который состоится 3-4 июля. В частности, об этом сообщает МИД Турции. Интересно, что Турция подписала итоговое коммунингем после саммита мира. Но при этом представитель МИДа, собственно, когда Путин озвучил свой ультиматум накануне этого саммита, он сказал, что это есть проблеск надежды. Так вот, что происходит между Российской Федерацией и Турцией? И как вы считаете, то, что, в принципе, подписала Турция, это итоговое коммунингем, и реакция Кремля какая-то публичная, они же этого не делают, никогда не высказываются. Почему-то, как вы думаете? Потому что с Турцией такая же сложная для Кремля ситуация, как и с Китаем. Российская Федерация зависит от Турции. У них довольно крупный товарооборот, причем в пользу Российской Федерации. То есть она экспортирует через Турцию довольно много продажей товаров. Она импортирует тех товаров, которые она, как мы с вами говорили, сама не может производить, а она производится только в Турции. При этом у Турции специфический статус, потому что она, с одной стороны, вроде бы продолжает какие-то взаимоотношения с Российской Федерацией, в том числе на уровне лидеров. То есть Эрдоган встречается с Путиным, но Турция, я вам напомню, с 52-го года состоит в организации НАТО. Турция – это страна НАТО. А Путин говорит, что он с НАТО ведет войну. То есть как он может встречаться тогда с руководителем страны, с которой он ведет войну. С блоком, в который входит эта страна, он ведет войну. У турков в этом смысле специфическая политика, потому что они как бы и вашим, и нашим. И, скажем так, временами это бывает немножко больше в сторону Российской Федерации. В последнее время туркам напоминаются те же самые американцы. Им напоминают, что они находятся в НАТО. Им напоминают, что они союзники по блоку НАТО и должны проводить согласованную политику в отношении агрессии Российской Федерации. И у Турции это заметно было, начиная с прошлого лета, когда состоялся официальный бедит президента Зеленского в Турцию. Эрдоган его принимал. Значит, Эрдоган организовывал этот бедит. Он прошел очень удачно. Эрдоган отпустил азовцев тогда. Эрдоган дает, Турция дает вооружение Украине. Турция строит завод по производству байрахтаров на территории Украины. То есть в этом смысле у Турции довольно продвинутые программы. Турция поддержала вступление в НАТО в итоге всех. И двух новых стран, и Финляндии, и Швеции. И дала свое добро на Вильнюсском саммите к кандидатуре Украины на вступление в НАТО. И в этом смысле Турция, в общем, понимаете, что она не может на самом деле, точно так же, как Орбат, рано или поздно твои какие-то там заигрывания с Российской Федерацией проходят, вступают в конфликт с твоим членством в международных организациях европейских и НАТО. И в этом смысле, конечно, у Турции на нее давят американцы, на нее давит Европа. У них есть свой счет, потому что турки прежде всего в Западную Европу, потому что они давно ведут разговор о вступлении в ЕС. А им, так сказать, их вводят за ног уже там довольно много времени. Есть в Европе очень много противников вступлении Турции в ЕС, потому что считается, что это все-таки мусульманская большая и не европейская страна с неевропейской культурой. И так далее и тому подобное. У Эрдогана с Путиным тоже сложные отношения, потому что Эрдоган Путина тролли временами. Когда Путин на него обиделся от всей истории, связанной вокруг Вильнюсского саммита в прошлом году, визита Веленского и отпуска азовцев, Эрдоган ему сказал, ну приезжай, поговорим. А он знает, что Путин боится иметь эту границу. Турция все-таки страна НАТО. Путин боится, что вдруг кто-то его арестует и выдадут в международный уголовный суд. Поэтому он пригласил Эрдогана. Эрдоган приезжал в сентябре месяце в Сочи. И после этого они встречались только где-то там на полях каких-то международных встреч. И очень мало всего этого было. Потом разговор шел о том, чтобы Путина пригласить во время его так называемой предвыборной кампании. И турки отменили это приглашение. Путин не поехал в феврале. Потом турки сказали, ну у нас самих будут выборы. Выборы, кстати, были сложные для Эрдогана. Эрдоган проиграл на них своей оппозиции. Оппозиция в Турции усилилась на этих выборах. Но Эрдоган, тем не менее, прошел очередной срок. Извините, мне тут позвоночник. Я его сначала включу. И потом говорили, что 31 марта по турецким причинам не могут они встретиться. Говорили, что будет в апреле. Потом говорили, что в мае. Потом говорили, что будет в июне. И вот теперь говорят, что вообще это будет везить не в Турцию, а это будет встреча на полях ШОСА, Центральной Азии и так далее и тому подобное. То есть на самом деле здесь проблем у них много. Плюс у Путина проблема с Турцией, потому что Турция бывшая Османская империя, которая претендует на самом деле на некий турецкий мир. Я вам напомню, что даже в Российской Федерации очень много автономных республик, вот этих маленьких национальных республик, говорят, они только язычные. То есть ТУВА та же самая, я не очень большой специалист лингвистический по турецкому языку, но Центральная Азия, она практически вся только язычная. И Турция на нее претендует в качестве своей сферы влияния, вот даже как Путин пытается претендовать на бывшие советские республики, как на свою сферу влияния. И в этом смысле у него появилось два очень больших конкуренции, это Турция и Китай, которые в Центральной Азии практически его вытесняют и занимают его место. И вот турки с Китаем теперь борются, кто из них главнее, кто из них ближе, потому что китайцы сильнее экономически, а турки говорят, что мы культурно, они говорят на нашем языке. Было заседание, помните, вот недавно какого-то там объединения туркоязычного, где, значит, пригласили, кстати, российскую делегацию в качестве наблюдателей, но стали говорить на турецком языке все. Ну, на своих местных языках они друг внушку понимают, в принципе, казахи, документам и так далее. Вот, и вся эта делегация, мы ее видели, как она вдруг стала искать, а где эти микрофоны, где эти наушники, потому что синхронный перевод на русском, когда такая, вдруг начал говорить на казахском, и все остальные его понимают, а только российская делегация оказалась такая с лапшой на ушах, на ушах, потому что она ничего не понимала. Так что с Турцией проблем у Путина много, но Турция одновременно экономически, конечно, все-таки поддерживает объективно Путина в его военных усилиях, потому что позволяет ему зарабатывать деньги. Хорошо, Сергей Олегович, будем следить за тем, как будут развиваться события, и, конечно же, будем анализировать. Я благодарю вас за все ваши интересные ответы, и спасибо вам большое за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Это ценно для нас. Друзья, я также хочу подяку за обогу и вам. Я нагадую, подписывайтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свои коментарии, залишайте свои запитания, и мы обовязково будем оставить их нашим шановным спикером. Друзья, подписывайтесь обовязково на авторский ютуб-канал нашего шановного гостя, там також и гости цікавые, и цікавая аналитика. Вчера всем дякую за обогу и до встречи в наступном эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok